МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу ДОЙЧЕ ВЕЛЛЯ ДВ НОВОСТИ. Здравствуйте, наши главные темы сегодня. Трагедия в Кемерове. Почему тот, кто пришел поддержать провокаторы, а местная власть отказывается общаться с прессой? Акция Подмосковья не помойка. За что задержали активистов экологической инициативы в Коломне? Дело Скрипаля месяц спустя и дипломатический скандал между Западом и Россией. После гибели более 60 человек, в том числе детей, при пожаре в Кемерове, по всей стране начались проверки торговых центров. Принцип пока гром не грянет. Выяснилось, что проблемы есть в десятках торгово-развлекательных комплексов. В четверг в Москве после проверки МЧС временно закрыли центр «Маркетград». В этот же день поступила информация о предварительных результатах пожарно-технической экспертизы МЧС по Кемерову. Как сообщается, возгорание в центре «Зимняя вишня» началось в пространстве между этажами, где проходил силовой кабель. О том, как сейчас живет Кемерово, репортаж нашего специального корреспондента Михаила Комодовского. Возле народного мемориала жертвам пожара дежурят волонтеры. Следят за порядком. Курсант Евгений Патуш добровольно вызвался помочь. Раздает горячий чай, успокаивает людей. С виду невозмутимый молодой человек сам едва сдерживает слезы. В торговом центре погибла его младшая сестра. Эти люди отказываются верить в произошедшее. У кого-то здесь погибли дети, друзья, знакомые. Местные власти уже успели назвать их оппозиционерами и, цитата, «бузатерами». Евгений недоумевает. Почему? В полемику с чиновниками вступать не хочет. Сестру этим не вернуть. Мне пока что нечего им сказать. Не хочу влезать. Люди пришли поддержать. Почему они провокаторы? Ой, не знаю, я даже слов нету вообще. Вот это такая вот больно. Вот слезы не сходят с глаз, понимаете. Это просто такие чудовища. В такие в три дня вот это самое говорить, это чудовищно. Это мы уму не постижим. Чем обусловлена такая реакция чиновников? Этот вопрос мы попытались задать лично губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. В его пресс-службе заявили, с прессой не общаемся. Заместители – не исключение. Пока чиновники молчат, параллельное расследование ведет инициативная группа. Ищут пропавших без вести, сейчас их 70, ведут свои списки погибших. Каждый день к активистам обращаются десятки людей. В помощи не отказывают никому. Всех, кто даже был до этого в соцсетях потерян, за час до пожара, их всех тоже ищут. Тот список, который предоставили инициативная группа, всех рассматривают, всех ищут, всех проверяют. К счастью, Владимиру Павлову искать никого не приходится. Во время пожара он чудом смог вывезти из пылающего здания жену и сына. Вот я не мешкал. Когда я увидел опускающийся на нас черный дым, я понял, что надо бежать. После пережитого Владимир, как и тысячи кемеровчан, хочет знать, кто понесет ответственность за произошедшее и сколько людей действительно погибло в горящем торговом центре. По официальным данным, 64 человека. В народе считать умеют. И зная о том, что в кинотеатре находилось порядка 140 человек, эта цифра, как бы сказать, не совсем складывается с тем, что предлагает официально власть. Люди хотят, чтобы это никогда больше не повторилось. Пока в кемеровской трагедии остается большое количество вопросов. Местные жители говорят, несмотря ни на что, будут искать ответы. Ради памяти о погибших. Остается лишь надеяться, что после трагедии в Кемерове чиновники и ответственные за безопасность людей вынесут для себя соответствующий урок. Только цена этого урока оказалась слишком высока. А теперь к мусорному скандалу в Подмосковье. В четверг на полигоне Ядрово под Волоколамском зафиксирован новый выброс свалочного газа. Его уровень превышал норму в 12 раз. Однако местные жители говорят, что эта цифра намного больше. Несколько дней назад в Волоколамске были госпитализированы десятки детей с отравлением свалочным газом. Местные жители вышли на улицы с акциями протеста. Не менее сложная ситуация и в Подмосковной Коломне. Там с 25 марта, когда по городу распространился крайне резкий запах, жители блокируют подъездные пути к мусорному полигону Воловича. До минувшей среды полиция лишь наблюдала за акцией. Но 28 марта к месту блокады приехал ОМОН. Около 30 активистов экологической инициативы были задержаны. О том, что происходит сейчас на месте и о вчерашних задержаниях до выхода передачи в эфир, я поговорила с одной из активисток экологической инициативы Ириной Налетовой. На заднем фоне слышен плач ребенка. Пусть это вас не смущает, Ирина не только активистка, но и по совместительству молодая мама. Вот что она рассказала. Ситуация для Коломны очень нетипичная, та, которая произошла вчера. И появление правоохранительных органов и все остальное. На третьи сутки протеста приехала глава города и предложил людям встретиться у него в 9 часов вечера. Это было позавчера. И вот на этой встрече в 9 часов вечера он сказал, что он вел мораторий на ввоз московского мусора до пятницы, как минимум. И что в пятницу он приедет из правительства Московской области с каким-то решением, и мы будем думать, что же нам, как нам решить нашу проблему. Ну вот мы с ним поговорили, то есть инициативная рабочая группа с ней поговорила позавчера, а вчера приехал ОМОН, как бы начался вот этот вот, все эти мероприятия. Изначально как бы власть говорит, что да, мы хотим идти на диалог, а в результате получается вот что. Ну, тем не менее, люди намерены добиваться все-таки отмены московского мусора здесь и решения этой проблемы в кратчайшие сроки. Люди по-прежнему там, но сейчас там порядка, наверное, 40 человек на месте находятся, ну, по последним моим данным, я сейчас сама не там. Но, в общем-то, никто не собирается прекращать это все и хотят все-таки услышать какой-то итоговый ответ от властей, что мы будем делать дальше и как это все будет выглядеть. Мы следим за развитием событий в Коломне и, как и экологические активисты, надеемся, что власти города в пятницу все же дадут вменяемый ответ на требования жителей. На пятницу же перенесено и заседание по некоторым участникам акции, задержанным ранее. Как сообщили активисты, им вменяется административная статья за нарушение установленного порядка. В четверг стало известно, что дочь двойного агента Сергея Скрипаля, отравленная вместе с отцом, больше не находится в критическом состоянии. Оно улучшается. Напомню, что уже почти месяц прошел с момента происшествия в Солсборе. Следствие по делу об отравлении Скрипалей, которому, как считают на Западе, причастна Россия, продолжается. Ожидается, что эксперты Международной организации по запрещению химического оружия представят результаты своего расследования на следующей неделе. Многие западные государства, не дожидаясь этого доклада, выслали из своих стран российских дипломатов. Анна Ценс подводит промежуточный итог конфликта с отравлением. Экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в собственном доме в Солсбери. К таким выводам пришли специалисты Скотланд-Ярда. Наибольшую концентрацию отравляющего вещества полиция выявила у входной двери в дом Сергея Скрипаля. Следы этого вещества были найдены и в других местах, но в меньшей концентрации. Лондон и его союзники не сомневаются в причастности России к покушению, хотя прямые доказательства этого пока не были представлены общественности. Мы доверяем, мы принимали информацию, которую нам передали наши британские союзники, конечно. И мы уверены, что это химическое оружие, которое было предпринято, это было или нарочно сделано со стороны российского правительства, или это вещество как-то потеряло под контролем российских властей. На данный момент в списке стран, которые объявили о высылке российских дипломатов, 26 государств. Ожидается, что могут последовать и дальнейшие меры, такие как заморозка российских активов в США или запрет на продажу российских евробондов в Лондоне. В то же время среди девяти европейских стран, которые не стали поддерживать высылку, Австрия. Депутат Европарламента Эльмар Брок подверг критике решения Вены, заявив, что речь идет о солидарности с Великобританией. В астрийском МИДе обосновали свою позицию тем, что столица страны является местом расположения многих международных организаций, в том числе АБСЕ. Вена также выразила готовность стать посредником в урегулировании напряженной ситуации, возникшей между Россией и Западом. В Кремле поддержали эту идею. В то же время в Москве отрицают причастность к покушению в Солсбери и ждут от Лондона объяснения занятой жесткой позиции. Я верю, что высылка дипломатов – это такой момент, когда чувства вдруг кристаллизовались, когда годы притеснений и провокаций довели всеобщее терпение до предела. И по всему миру, на трех континентах, появились страны, готовые сказать «все, хватит». Стоит отметить, что Германия также поддержала Великобританию и выслала четырех дипломатов. Но в то же время многие эксперты опасаются эскалации в отношениях с Москвой. Уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернет Эрлер призвал страны Запада к поиску путей для улаживания конфликта с Москвой, который возник в связи с делом Скрипаля. А в МИД Германии заявили, что Кремль может заменить высланных из ФРГ дипломатов на новых. Названа дата переговоров с Северной и Южной Кореей на высшем уровне. Двусторонний саммит планируется провести 27 апреля. Уже в четверг представители КНДР и Южной Кореи приступили к подготовке двусторонней встречи. Подробнее об этой, а также о других новостях четверга в нашем обзоре. Переговоры о подготовке к саммиту между КНДР и Южной Кореей проходят в пограничной зоне. Ранее о возможности двустороннего саммита Северной Кореи заявляла и Япония. А в мае этого года может состояться встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. В Венесуэле в городе Валенсия произошли столкновения между местной полицией и родственниками погибших во время пожара в СИЗО. Сообщается, что ранее в полицейском отделении заключенные устроили мятеж. В результате поджога погибли около 70 человек, которые пришли навестить своих близких. Местные жители собрались у полицейского участка, требуя подробной информации о произошедшем. Из толпы был запущен камень в правоохранителей. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Лауреат Нобелевской премии мира пакистанка Малала Юсуфзай приехала на родину спустя шесть лет. Это первая поездка Малалы в Пакистан с момента покушения на нее в связи с ее борьбой за права девочек получать образование. Лауреат Нобелевской премии мира расплакалась во время своего выступления на торжественной церемонии и сказала, что это самый счастливый день в ее жизни. Во время своего визита в Асламабад молодая правозащитница встретилась и с премьер-министром страны. Четыре года назад в возрасте 17 лет Малала стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии, а позже стала послом мира ООН. О развитии событий Дэвновости расскажут завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам самого доброго. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok